Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим очень нежные творожные сырки без каких-либо специальных форм. У меня на канале уже есть рецепт творожных сырков, но в этот раз я решила максимально упростить процесс, чтобы каждый справился с этим рецептом. И в прошлый раз начинка у нас была внутри сырков, а в этот раз она будет снаружи под слоем хрустящего шоколада. Итак, начинаем готовить. Нам понадобится 800 грамм творога. Я использую жирный домашний творог. Вы можете брать тот, который вам нравится. Любая жирность подойдет. Главное постарайтесь, чтобы творог был не слишком сухой. Далее добавляем 80 грамм сливочного масла. Масло я слегка растопила в микроволновой печи, чтобы оно стало мягким. В принципе, можете заранее достать его из холодильника, чтобы оно нагрелось. И добавляем 120 грамм сахарной пудры, плюс немножко ванили. По желанию. Это может быть либо ванильная паста, либо экстракт, либо ванильный сахар. И пробиваем все погружным блендером до однородности. Количество сахарной пудры регулируйте по своему вкусу. Это будет зависеть и от кислоты творога. Вот пробили массу, попробуйте. Если сахара недостаточно, добавьте еще немного. В итоге должна получиться вот такая гладкая однородная масса без крупинок творога. Если вдруг вам попался суховатый творог, можете добавить немножечко молока или сливок, чтобы было проще пробивать блендером. Далее перекладываем получившуюся творожную массу в кондитерский мешок. Старайтесь выкладывать таким образом, чтобы минимизировать воздушные пузыри. Прям хорошенечко вот так лопаточкой утрамбовывайте и размазывайте массу. И теперь отрезаем носик у кондитерского мешка, чтобы в итоге получилось отверстие такого диаметра, какого диаметра вы хотите получить сырки в итоге. Потихонечку, не спеша, отсаживаем массу и в конце делаем ровный срез ножом. Отсаживаем на дощечку, застеленную либо ковриком, либо бумагой для выпечки, потому что потом мы все это дело будем переносить в морозилку, чтобы сырки не примерзли к доске. Количество готовых сырков будет зависеть от их размера. У меня из указанного количества продуктов получается 16 сырков. Причем их не обязательно все сразу съедать, можно какое-то количество заморозить, но об этом я расскажу чуть позже. Итак, готовые сырки отправляем в морозилку на несколько часов, чтобы они хорошенько замерзли. Для начинки я буду использовать 400 грамм клубники. Вы, в принципе, можете брать любые другие ягоды, как свежие, так и размороженные. В клубники я добавляю 60 грамм сахара. Здесь, опять-таки, ориентируйтесь на ваши вкусовые предпочтения и на те ягоды, которые будете использовать. Если, например, это будет малина, она более кислая, сахара потребуется чуть больше. В общем, пробуйте, при необходимости добавляйте. Пробиваем все погружным блендером и далее я добавляю 4 грамма агар-агара, сила 900. Перемешиваем и отправляем на средний огонь, доводим массу до кипения и при постоянном помешивании после закипания провариваем примерно 1-2 минуты. Сразу же к вопросу о том, можно ли заменить агар, например, на желатин или на пектин. Заменить можно, но меняется рецептура, меняются граммовки, меняется технология приготовления. Например, если брать желатин, его предварительно нужно будет замочить в холодной воде, а затем добавить уже в горячее пюре и перемешать. То есть, вот так просто взять один к одному поменять, так делать нельзя. Все, пюре готово, отставляем его в сторону, займемся шоколадом. Нам понадобится 300 грамм шоколада, я использую горький 70%. Вы можете, в принципе, брать любой и молочный, и белый шоколад, который вам больше нравится. Топим его либо в микроволновке, короткими импульсами по 15-20 секунд, либо на водяной бане. Главное, шоколад не перегревайте выше 45 градусов. Также нам понадобится какао-масло, 40 грамм. Его можно заменить на кокосовое масло. При использовании и кокосового, и какао-масла шоколад после холодильника будет хрустящим. В принципе, вместо него вы можете использовать любое другое растительное масло без запаха, кукурузное, подсолнечное. Но тогда шоколадная глазурь получится такой, более мягкой и не хрустящей. К шоколаду добавляем растопленное какао-масло и все перемешиваем до однородности. Для удобства и шоколад, и клубничное пюре переливаем в высокие узкие стаканы. Сейчас расскажу по поводу температурных режимов. Их желательно учитывать, чтобы слои получились нужной нам толщины. Итак, достаем хорошо замерзшие сырки из морозилки. Желательно доставать по одному, чтобы они не успевали таять и покрываться конденсатом. Насаживаем на нож и для начала окунаем в клубничную начинку. Так как агар стабилизируется уже при 40 градусах, нужно работать с горячей начинкой. Температура должна быть чуть выше 50 градусов. Если в процессе работы начинка охлаждается, можно ее нагревать, например, в микроволновке. Буквально через несколько секунд агар уже схватывается и можно опускать сырок в шоколад. Рабочая температура шоколадной глазури примерно 35-40 градусов. Если будет ниже, то слой шоколада будет получаться толстым. А он наоборот должен быть очень тоненьким и хрустящим. Если же хотите потолще слой ягодной начинки, то можете окунуть сырок в начинку 2 раза. Все. Когда вы видите, что лишнее все стекло, шоколад начал так немножечко становиться матовым, перекладываем его на заранее подготовленную бумагу для выпечки. И таким образом глазируем все сырки. Когда массы остается совсем немного, я поступаю вот таким образом. Наклоняю стакан и просто обваливаю сырок со всех сторон. Уже получается, конечно, не так аккуратно, но в любом случае таким образом можно начинку использовать до последней капли. И хочу вам показать самый удобный способ, как снимать сырки с ножа. Это использовать вилку. Вот таким образом. Легко и просто. Когда глазировали несколько сырков, сразу же убирайте их в холодильник, чтобы они не покрывались конденсатом. И буквально через пару часов, когда они полностью разморозятся, можно их пробовать. Если такое количество сырков вам не нужно, можете убрать часть в морозилку в герметичном контейнере. И потом доставать и размораживать в холодильнике. Вот такими сырки получаются в итоге. Шоколад хрустящий. Сам творог, творожная начинка очень нежная. Плюс дополнительный аромат клубники. Обязательно пробуйте. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.